Вы нам очень нужны и вот эта вот каждая минута общения с вами для нас очень дорого. Место встречи изменить можно. В городском музее Реутовские ветераны снова в одном строю. О себе не рассказывают, как будто стесняются. А вот за товарищей по-настоящему гордятся. В мае 1945 года Серафим Федорович за проявленные мужества и героизм при перевозке тяжелораненых в Миссанбат был награжден медалью за боевые заслуги. Такой рассказ сегодня о каждом герое, о тех, кто пришел в музей и о тех, кто прикован к постели. Вспоминают и сами ветераны. Свою войну, ранения, страхи, горечь, потерь и радость победы. В 17 лет меня забрали уже в армию, возил снаряды, пушки, потом раненых, потом самого раненого. И вот с 1945 года глаз не видят, руку не слышат, и ботинки наши какие сошлют. Это сейчас ветераны смеются, а тогда кричали от ужаса и страха. Но продолжали стоять за страну. В предпоследний день войны, как в первой. Мы летели 8 мая, понимаете, такой сильный был огонь, ну просто невозможно. Я вот прошел северный Касказ, это все, такого зенитного огня не было, понимаете. Вот сидишь в самолете, и рядом разрыгаются снаряды, и по самолету бьют эти самые, ну осколки бьют. Цель выставки «Живые свидетели войны» – показать великие подвиги героев-освободителей. В экспозиции – фотографии всех ветеранов-реутовчан. Для каждого из них это не просто дань памяти и уважения, это вся их жизнь. Выставка дала возможность нам собрать участников Великой Отечественной войны, посмотреть на них, вспомнить их боевые дела, которые они творили на фронтах Великой Отечественной войны. Большое им спасибо и большой им поклон. Благодаря им мы сегодня живем и хорошо выглядим. Выставка «Живые участники войны» будет работать в музее несколько недель. Экспозиция открыта в Большом выставочном зале. Ксения Казакова, Сергей Сомов, Телеканал «Реутов».